В неделю четвертую Великого Поста церковь чтит память преподобного Иоанна Лествичника. В этот день митрополит Новосибирский Ибердский Никодим совершил божественную литургию в храме в айме архистратига Михаила Иоанна Притеченского мужского монастыря. Четвертая неделя Великого Поста посвящена памяти святого преподобного Иоанна Лествичника, аскета-подвижника церковного писателя, труды которого на протяжении веков и сегодня помогают людям в деле спасения. Вся система, которую предлагает преподобный Иоанн, строится на принципе постепенного восхождения от меньшего к большему, к тому, что наиболее важно для духовной жизни человека. Обращаясь к прихожанам храма во имя архистратига Михаила, митрополит Новосибирский Ибердский Никодим напомнил о необходимых условиях того, чтобы Бог помог человеку исцелиться от недугов душевных и телесных – это вера, пост и молитва. В сей воскресный день Святая Церковь в назидание и в разумлении нас грешных совершает память преподобного и богоносного отца нашего Иоанна Лествичника. Сей дивный угодник Божий подвязался в далеком седьмом веке в египетской пустыне. Там он был игуменом, игуменом Синайской обители. И в назидание монашуствующим и христианам жаждущим спасения он оставил свой труд, который называется «лестница», то есть по-русски «лестница». В этой книге, в тридцати главах, повествуется о духовном восхождении человека в Царстве Божием, дабы быть ему совершенным. И самая последняя глава повествует о таких великих христианских добродетелях, как вера, надежда и любовь. Ибо, по словам апостола, без веры невозможно угодить Господе. Об этом же повествует и воскресная Евангелие дня сегодняшнего. Когда Господь после преображения спускается ко своим ученикам, он услышит спор, шум. Почему? Потому что человек привел Сына Своего, который беснуется, чтобы апостолы его исцелили. И он подходит ко Спасителю с этой просьбой и сознает человека. И восклицает ко Христу, верую Господи, помоги моему неверию. Наверное, этот вопль души слышен в дни Великого Поста от каждого из нас. Ибо желаем совершать дела постнических, но суета мира погребает нас лукавыми заботами. Где же вера наша? Где наше усердие? Забываем о самом главном, о воскресшем Спасителе. А потом вспоминаем и вопием. Веруем Господи. Помоги нашему неверию. Мы слабы и мы немощны. Помилуй нас, Господи. Кайтесь, молите прощения. Да, Бог Господь всех нас помиловал.